Музыка Кроме громогласного назначения господина Борданова на должность главы администрации руководителя региона, в республике на минувшей неделе не произошло сколько-нибудь значимых событий. Дела с назначением правительства и премьер-министра так и стоят застопоренными. И, собственно, может быть это и неплохо, потому что у нас появляется хороший шанс поговорить о делах менее насущных, но не менее значимых. Я говорю о том, что мы сегодня поговорим о событиях, которые происходят за периметром Белого дома, вне этого самого Белого дома. Поверьте, происходят очень интересные и важные события. Поговорим о буфе, поговорим о средних учебных заведениях и о многом-многом чем интересном. Сетка каналов «Открытая политика» это YouTube, Dzen, Telegram, ВКонтакте, все прочие социальные сети. Так вот, эта сетка у нас уже набрала почти 100 тысяч подписчиков. Кроме всего прочего, мы набираем до миллиона просмотров в месяц. Ну, когда-то это 500 тысяч, когда-то миллион, но меньше 500 тысяч в месяц мы уже не опускаемся. Даже странно, что мой телефон не разрывается от звонков рекламодателей, которые хотят дать свою рекламу на таком популярном ресурсе по республике. Аудитория у нас очень качественная. Это взрывомыслящие люди. Посещаемость очень большая, сравните с другими каналами. Но, тем не менее, мой телефон молчит. И пока он молчит, мы, конечно, можем рассчитывать только на помощь наших подписчиков. И мы очень благодарны всем тем, кто материально помогает нашему каналу. А сделать это очень просто. Вот сейчас вы на экране видите номер нашей сберкарты. А также вы можете найти этот номер в описании к любому видео на нашем канале. Как ни странно, в центре внимания на минувшей неделе оказался, в общем-то, тихий и малозаметный район Уфы под названием Дема. Там произошло сразу два очень таких значимых события. И первое, это повторный разгром Аллеи Славы. Неизвестные на данный момент вандалы опрокинули, разбили стенды и всевозможные экспозиции с фотографиями героев различных войн. В том числе, судя по всему, и с фотографиями героев СВО. Вандалов, естественно, ищут. Следственный комитет взял на особый контроль этот случай. Отметим, что это второй случай именно в этом же самом парке, который случился буквально один за другим. То есть, это какая-то уже система по разрушению этих мемориалов. И помимо того, что подобный вандализм явление, конечно же, отвратительное и преступное, тут, конечно, возникает сразу много вопросов. Собственно, вопросы к той самой социально-патриотической атмосфере, которая царит в обществе в связи с такими событиями. Ведь совсем недавно, после 4 ноября, дня вот этого всеобщего и непонятного никому единства, Хабиров так восторженно констатировал, что, дескать, в башкирском обществе царит невиданное единство мысли и воли. Вот примерно так вот он выразился. И, глядя на разрушенный мемориал в Деме, невольно задаешься вопросом, а где, собственно, это единство расположено на самом-то деле? Уж не в воспаленном ли сознании самого дорогого Радио Фаритовича исключительно? Второй цингент все в той же Деме, слава Аллаху, не был связан ни с какими вандалами и прочими преступниками, хотя, как говорится, тут смотря что чем называть. Я говорю о том, что на минувшей неделе в Деме сотни домов, школ и прочих социальных объектов были отключены от горячего водоснабжения, и туда, как выразилась наша пресса башкирская, подавалось минимальное отопление. Вот оцените новую терминологию, то есть у них не авария, у них технический инцидент. У них не отключение отопления и не холод в помещениях, а минимальное отопление. Замечательно они это все научились называть, тем самым размывая статистику огромного количества аварий жилищно-коммунального хозяйства. Но, тем не менее, сотни многоквартирных домов и социальных объектов в Деме, по сути, остались без горячей воды и отопления. Виной всему была авария на трубопроводе большого диаметра на перекрестке улиц Островского и Ухтомского. Что теперь делать с уверениями исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства госпожи Головановой о том, что, дескать, город Уфа исключительно хорошо подготовился к зимнему периоду и отопительному сезону, я не знаю, что делать с этими заявлениями. Она столько раз повторила эту мантру, что теперь просто даже уже не смешно. Тем не менее, как говорится, не вырубишь топором. Госпожа Голованова полагает, что все готово, а сотни домов одномоментно в Деме остаются без воды и отопления. Однако, равно как нам непонятно, что делать с Головановой, нам понятно, что кризис жилищно-коммунального хозяйства в комбинации с нарастающим патриотическим нигилизмом – это, конечно, очень нехороший коктейль. Жалко, что вот этого не понимают региональные власти, они не понимают, что вот в смеси вот это все, да, рост цен, снижение качества ЖКХ, отключение коммунальных услуг и прочее, прочее. Все это очень пагубно действует, на самом деле, на тот самый патриотизм, на который они постоянно давят, как на больную мозоль. Какой уж там патриотизм, если у тебя не греют батареи, если сливочное масло стоит свыше тысячи рублей за килограмм. Тут никакой патриотизм работать не может. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк нашему видео, если оно вам понравилось или показалось полезным. Комментируйте, если у вас есть свое мнение или вопросы к нам, мы читаем и отвечаем практически на все комментарии. Ну, а если Владимир Путин все еще вам не разблокировал YouTube, как он пообещал 14 ноября, ну, тогда можете подписаться, например, на Яндекс.Дзен. Там вы найдете все наши ролики в том же порядке и в том же качестве, как на YouTube, но сможете смотреть это видео без всякого YouTube. Стало известно, что из мест заключения досрочно освобожден Рустем Мулюков, человек, который был осужден вместе с Лилией Чанышевой и признан вместе с ней террористом-экстремистом на всем пространстве православного мира. Мулюков действительно очень тяжело болел, и его адвокаты давно и до данного момента безуспешно добивались освобождения его мест заключения. Ну, с гуманистической точки зрения событие это на самом деле радостное, потому что, ну, у нас появляется хоть какая-то надежда на то, что нынешний российский режим все-таки не до конца потерял человеческое лицо. Ну, хотя бы умереть человеку позволяют в комфорте, в кругу семьи и дома. Ну, намерен ли господин Мулюков последовать вслед за Чанышевой и выехать в Западную Европу, я не знаю, и, наверное, никто сейчас этого не знает, хотя действительно медицина там будет получше, да и подешевле, чем на родине, но тут, как говорится, как получится. В любом случае, мы желаем Рустему Мулюкову справиться с болезнью, остаться в живых, ну и продолжать жить. Однако вернемся в Уфу и вернемся к самой главной и, пожалуй, больной проблеме столицы региона, я имею в виду транспортную проблему. Совсем недавно с необычайной резвостью и эффективностью в Уфе нанесли парковочную разметку. Мы, наверное, видели вот эти синие полосочки на асфальте. Это все будет платная парковка. Ну, они бы обычную разметку наносились с такой скоростью и эффективностью, вот было бы здорово. А там, где, как говорится, запахло деньгами, там все делается очень быстро и эффективно. Уже с весны 2025 года парковка в центре Уфы будет в основном платной, и за каждый час парковки, по моим данным, придется платить для начала 40 рублей. И никто не сомневается, что эта цена будет только расти. Безусловно, что центр города нужно разгружать от безумного количества бестолково припаркованных автомобилей. Иногда они стоят аж в три ряда. И, конечно, эту проблему надо решать. С этим никто не спорит. Однако, вот то, как Уфимская мэрия подала вот эту идею по поводу организации платной парковки, вызывает массу вопросов. Давайте пройдемся по ним по порядку. Вопрос номер один, ну и самый, пожалуй, логичный. Что делать жильцам домов, вокруг которых сплошь платные парковочные места? Платить по несколько сотен рублей ежедневно за то, что они паркуют свою машину в привычном для них много лет месте? Очень непонятно. Вообще, в цивилизованном мире существует такая мера. Она называется резидентская парковка. То есть, вы имеете право поставить бесплатно автомобиль на платное парковочное место, если вы резидент этого района. Для этого делаются всевозможные метки на автомобилях, удостоверения и прочее. Ну, так все устроено в цивилизованном мире. А вот у жителей Уфы появились обоснованные подозрения и опасения, что чиновники мэрии, в общем-то, не в курсе вот такого порядка. И ни о какой резидентской парковке здесь не пойдет речь. И заставят всех под одну гребенку платить. Но, однако же, некоторые приезжают из далеких районов в центр на час-два-три и заплатить для них 40, 80 или 120 рублей будет вполне себе по силам. А вот каждый день платить несколько сотен рублей – это уже многовато. Второй, как обычно, традиционный вопрос. А в чью пользу банкет? Как будут распределяться доходы, а они будут очень большими, от этих парковочных мест? Это постоянный, практически стабильный поток денег. Кто будет рулить им, кто будет распределять, кому какая доля достается и так далее. И, в конце концов, будет ли от этого какая-то ощутимая финансовая польза для муниципалитета. Вообще-то заявлено, что средства от платных парковок пойдут на улучшение дорог, вообще транспортной инфраструктуры города Уфы. Как обычно, все звучит очень благостно и очень так прям полезно. Вот сейчас соберем много миллиардов, тут же там все обустроим, благоустроим и так далее, и так далее. Но вот по факту. И есть ли какие-то контрольные механизмы, которые будут действительно это все отслеживать, отчитываться и показывать. Да, вот столько собрали, вот столько ушло на расходы, вот столько поступило в город. Вот тут сомнения большие. И еще один вопрос от жильцов многоквартирных домов, расположенных в зоне платных парковок. Что теперь им делать с тем огромным количеством автомобилей, которые, безусловно, ломанутся в их дворы, избегая оплаты парковочных мест? Тут, наверное, сомнений никаких нет. Везде, где будет возможность заехать во двор и бросить там машину, эта возможность будет реализована. Что делать с этим? Тут никаких законных оснований не существует. Тут, как говорится, либо за перо браться, либо за вилы. В случае с пером я имею в виду авторучку. То есть, либо начинать жаловаться, либо каким-то образом уже самостоятельно действовать и пытаться оставить свои дворы хоть в каком-то божеском виде. Вот об этом тоже должна подумать мэрия. Я не знаю, как может быть решен этот вопрос, но, наверное, есть какие-то эксперты, которые найдут решение для подобной проблемы. А еще на минувшей неделе стало известно, что Уфа приняла долгосрочную программу развития, реконструкции и улучшения общественного транспорта. Ну, прекрасная идея, скажете вы, давным-давно пора. Соглашусь, действительно, давным-давно пора вот этот вот Техас Хабирова превратить в настоящую системную работу. И очень надеюсь, что именно этим будет заниматься мэрия. Однако, бегло просмотрев статьи расходов вот этой самой концепции, которую они представили на прошлой неделе, тут же у меня возникло очень много вопросов. Ну, в первую очередь, о странном дисбалансе финансирования различных отраслей вот этого вот транспортного хозяйства. Вот, например, смотрите, на приобретение новых троллейбусов выделяется, согласно этой концепции, весьма скромная сумма – 68 миллионов рублей. По нынешним ценам это примерно 3,5 новых троллейбусов. Согласитесь, для миллионной Уфы с такой протяженностью и с такими размерами 3,5 новых троллейбусов – это так себе помощь, да? Это даже не капля в море, это меньше. Зато, в той же самой концепции, на развитие эвакуации неверно припаркованного транспорта выделяется, внимание, 486 миллионов рублей. В 8 раз больше, чем на покупку новых троллейбусов. И это при том, что сама по себе эвакуация автотранспорта – вещь весьма себе доходная. Потому что платится штраф ГИБДД, это все в бюджет, платится за услуги этого эвакуатора и так далее, и так далее. То есть, вообще-то, сама процедура эвакуации должна быть самоокупаемой. Зачем 486 миллионов рублей будет потрачено из бюджета города на улучшение вот этих вот функций эвакуаторов? Совершенно непонятно. Ну и, естественно, встает вопрос, в чьи ворота, в чью копилку вот эти вот концепции. То есть, кто интересант, насколько мне известно, я могу ошибаться, но, по-моему, я не ошибаюсь, услуги эвакуации – это такой своеобразный аутсорсинг. То есть, это совершенно не бессмысленное занятие. Я имею в виду в плане денег. Да, возможно, там гупы и мупы, но, тем не менее, они это делают за деньги. Это надо понимать. Зачем им добавлять еще денег? Они, по-моему, и так неплохо сидят. Судя по состоянию этих штрафных стоянок, на которых, ну, рано или поздно оказывается каждый эвакуатор и может их видеть своими глазами, судя по тому, как там все устроено, там все очень бюджетненько. Народу работает там минимум, условия труда там весьма скромные, если не сказать хуже. То есть, затрат там не особенно много. Да, эвакуаторы. Ну, простите. От 7 до 10 тысяч рублей платят владельцы автомобиля за каждый эвакуированный автомобиль. Разве этого недостаточно? Ради Хабиров очень любит ездить по всяким высшим и не очень учебным заведениям. Всячески демонстрируя при этом, как он заботится о подрастающем поколении, о уровне образования в республике и так далее, и так далее. И всюду его встречают директора колледжей и вузов в слезах умиления и благодарности за ту заботу, которую дорогой руководитель региона выказывает в адрес этих учебных заведений. И повсюду Ради Фаритович сфотографирован на фоне прекрасного, свеженького, яркого фасада замечательного учебного заведения. Эту картинку мы уже привыкли видеть во всех новостных лентах. И даже если кто-то смотрит, например, БСТ, я не знаю таких людей, но наверняка они существуют, по БСТ это тоже регулярно показывают. Но в реальности, на самом деле, Ради Фаритовичу стоит без всякой подготовки внезапно приехать, например, в Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж. Вот там он может по-настоящему насладиться тем, как же на самом деле живут средние учебные заведения, особенно за чертой города Уфы. Ну, во-первых, он посмотрит, как там все внутри устроено, а во-вторых, он вспомнит, например, то, как ходить в мороз в туалет на улицу. При этом дверь в этом туалете закрывается совсем не всегда, очень часто она вмерзла в лед. Вот, пожалуй, полезно было бы это Ради Фаритовичу вспомнить, и на примере как раз вот Кушнаренковского сельскохозяйственного колледжа ему вполне себе представляется такая возможность. Не утихают в Башкирии так называемые страсти по Салавату. И в этот раз все очень серьезно и, в общем-то, переходит в какую-то даже политическую плоскость, если предполагать, что любые массовые мероприятия у нас в Российской Федерации теперь расцениваются как политическое выступление. Собственно, речь идет о том, что группа активистов подала уведомление о проведении митинга и пикета в защиту памятника с целью обсудить в широком кругу судьбу любимого монумента. По заявке активистов мероприятия должны пройти в декабре, и, пометуя о том, как ловко власти региона умеют отказывать в проведении митингов, активисты в том же самом уведомлении потребовали, что в случае отказа они хотят, чтобы им было предоставлено альтернативное время и место проведения этого митинга. То есть люди настроены очень решительно, в этом же уведомлении они указывают, что предполагаемое количество участников мероприятий может достигнуть цифру 340 человек. Откуда такая цифра, непонятно, но, тем не менее, она указывается. Ну, посмотрим, что ответит мэрия, там действительно люди не пальцем деланные сидят, очень ловкие и ушлые. Напомним, что у нас все еще не отменено особое положение по поводу ковида, и сослаться на него будет легче легкого. Скажут, да вы что, ковид же, у нас же вообще массовые мероприятия, но все, кроме митингов в поддержку дорогого радиофаритовича, все массовые мероприятия вообще-то не одобряются и запрещаются властями. Ну, вот если бы вы собирали митинг в поддержку дорогого радиофаритовича, мы бы, конечно, вам разрешили. А так, какой-то салават. Ну, посмотрим, это я пока фантазирую. Кроме всего прочего, было бы любопытно посмотреть, какие меры безопасности и предосторожности будут предприняты властями, если этот митинг и пикет будут разрешены. Будут ли туда стянуты силы ОМОНа, спецназа, пограничных войск, возможно, будет выставлена служба скорой психиатрической помощи, я не знаю. Ну, посмотрим, будет любопытно. Буквально по следам не случившейся на прошлой неделе отставки дорогого радиофаритовича, телеграм-канал «Открытая политика» провел опрос о том, какое время у власти отводят наши подписчики действующему главе региона. Ну, результаты этого опроса, в котором поучаствовало почти 2000 человек, меня, если честно, одновременно и удивили, и вдохновили. 39% опрошенных уверены, что радиофаритович продолжит управлять регионом весь положенный срок вплоть до 2028 года. 21% считают, что уже осенью 2025 года радиофаритович покинет регион и перейдет на какую-то другую работу, или, ну, в общем, останемся мы без любимого руководителя. И 40% опрошенных, это самый большой результат, верят и надеются на то, что Хабиров утратит свой пост менее, чем в течение года. То есть не дают ему даже годы у власти. Вот такие настроения сейчас в народе. И вот совершенно непонятно, где же те самые 80%, которые Хабиров набрал на выборах главы региона. То есть вот это самое подавляющее большинство, оно сейчас где? Оно там же, где всеобщее единство, которое живет в голове у радиофаритовича, или еще где-то? Я не знаю, если честно. Кстати, об опросах. С понедельника, 18 ноября, на телеграм-канале «Открытая политика», на который, не забудьте, пожалуйста, подписаться, на этом телеграм-канале стартует большой мега-опрос о парковках и платных парковках в городе Уфе. Мы намерены в течение нескольких недель все-таки выявить отношение жителей Уфы к этому вопросу. Заодно определить круг вопросов, которые задают граждане администрации Уфы и так далее. Потому что платная парковка – это очень важный момент. Так что, если вы все еще не подписаны на наш телеграм-канал, скорее подпишитесь. И с понедельника вы сможете поучаствовать в этом опросе, если вам есть что сказать, если у вас есть мнение или вы хотите каким-то образом повлиять на ситуацию. Субтитры подогнал «Симон»